Настя, мы поговорим про папку «Разбираемся с интернет-мошенничеством». Эта папка, во-первых, фиолетовая, наверное, в этом есть какой-то смысл. И у меня для этого тренинга есть большое игровое поле, вот такое. У меня есть карточки, у меня есть карточки игровые. И, как обычно, раздел в квестбуке или наклеечке. Как мы в это играем, какие темы поднимаем и чему учим наших участников, участников тренингов? Во-первых, фиолетовый сценарий говорит о том, что этот тренинг больше дискуссионный. Мы не учимся делать какие-то медиаматериалы, мы не осваиваем какие-то новые навыки. Мы обсуждаем сложные темы, например, тему интернет-мошенничества. Не секрет, что сейчас очень многие люди попадаются на удочки мошенников. Например, на фишинг, подставные сайты, на выуживание пароля от банковских карт. И мы должны учеников любого возраста сразу научить обращать внимание на некоторые моменты. Для этого у нас есть игровое поле, разбираемся с интернет-мошенничеством и к нему комплект зеленых карточек. Давай возьмем какую-нибудь типичную ситуацию, с которой мы сталкиваемся каждый день. Вот что тебе кажется более актуальным? Оплата заказа в интернете или проверка почты и личных сообщений? Давай с почтой. С почтой интересно, потому что это действительно каждый день происходит. Замечательно. С помощью зеленых карточек мы думаем, какие у нас могут случиться проблемы при проверке почты, каким результатом могут прийти мошенники и как мы можем от этого, скажем так, отбиться. Во-первых, когда мы проверяем свою почту и личные сообщения, у нас есть наверняка такая возможность, что наш аккаунт будет взломан. Например, кто-то поставит на наш компьютер программу, которая перехватит пароль от почты. Или же наоборот, пришлет нам письмо, в котором будет ссылка, когда мы на нее перейдем, мы попадем на сайт, который, например, закачает на наш компьютер вирус. И уже этот вирус расположится в наших файлах, будет хозяйничать и скидывать, например, данные наших банковских карточек. Мы потеряем свои деньги. Вот такой маршрут от обычного бытового действия до серьезной неприятности мы построили. С помощью каких действий мы сможем избежать опасности? Что приходит первое тебе в голову? Ну, надежные пароли и регулярно менять пароли. Это то, что я знаю, чему меня учили. Да, например, мы включаем в почте двухфакторную аутентификацию, так что человек без нашего телефона не сможет ее взломать. И, например, используем надежный менеджер паролей. Мы уже снизили вероятность того, что кто-то доберется до нашего аккаунта. Но если мы все-таки подхватили вирус на компьютере, что нам требуется? Антивирус поставить? Да, нам нужен антивирус. Возможно, нам нужны резервные копии нашей информации. О, точно. Вот это не подумала, правда, совсем. Конечно. Вот я добавляю сюда зеленую карточку антивируса и ставлю сюда зеленую карточку резервной копии нашей информации. Теперь, используя зеленые карточки, мы сделали наш маршрут в интернете более безопасным. И как раз по этому этапу теперь участники тренинга могут создать интернет-памятку. Например, снять какой-то ролик или сделать плакат-инфографику, который они затем уже смогут распространить среди друзей и предостеречь их от опасностей интернет-мошенничества. Ну, то есть, по сути, мы простраиваем маршрут и сначала мы простраиваем его рискованный, где у нас могут быть какие-то сложности, а затем подбираем такие решения, как дать нам зеленый свет, дать зеленую дорогу. Да, страхи безопасности, я бы сказала. О, отлично, страхи безопасности, это, мне кажется, очень интересный термин, можно его дальше так использовать. У нас какие-то цифровые, цифровая поддержка будет для этой темы, для развития дискуссии? Да, конечно. У нас есть, во-первых, презентация, посвященная фишинговым сайтам, где показано, как определить подлинный сайт перед вами или же сайт мошенников. Вот, например, один из слайдов – это ошибка в названии сайта. Вместо сайта интернет-магазина – сайт на домене третьего уровня. Это сразу заметно тому, кто читал или смотрел информацию о фишинговых сайтах. У нас есть разбор кейса, реальная ситуация с мошенничеством, вспомогательством денег, и все крючки, которыми у нас цепляют мошенники в этом кейсе, разобраны, и все подсказки, которые говорят нам о том, что что-то в этой ситуации не так. И, наконец, третья презентация – это пример очень хорошего медиаматериала. Вот такая вот гигантская инфографика, разрезанная на части, которая рассказывает не только о том, как мошенник выуживает деньги с кошелька пострадавшего человека, но и о том, что человек в этот момент чувствует. Это очень важно, ведь нередко мы просто стесняемся рассказать о том, что мы попались на удочку мошенников. Для медиапедагога, человека, который будет вести этот тренинг, насколько технически продвинутым он должен быть, чтобы успешно этот тренинг провести? Ну, как минимум, хотелось бы, чтобы он показывал ученикам правильный пример. То есть сам использовал менеджер-пароли, факторную аутентификацию, не подключался к общественному Wi-Fi, чтобы не слить свои личные данные в общественную сеть. В квестбуке, как обычно, у нас есть рекомендации, как закрепить полученный результат, полученный на тренинге. Вот у нас есть квестбук и тема интернет-мошенничества. Что мы здесь рекомендуем сделать дополнительно? Ну, одно из тех заданий, которые я рекомендовала бы сделать обязательно, это взять интервью у жертвы интернет-мошенничества. Это поможет как раз распространить идею о том, что опасность постерегает нас повсюду. И, конечно, обязательно выполните задания, проверьте надежность всех своих паролей, всех своих аккаунтов. Вот такие наклеечки у нас для тех, кто успешно прошел этот тренинг. И такой вопрос более личного плана. А не кажется ли тебе, что после таких тренингов люди очень сильно хотят выпилиться из всех социальных сетей, вообще уйти из интернета, потому что там страшно, и везде подстерегают какие-то мошенники? Нет, я не считаю так, потому что, когда ты понимаешь, какой опасность тебя подстерегает, и когда ты можешь ее идентифицировать, ты смотришь реально на свой круг общения, на свой сайт, на свои ссылки, и ты видишь, во-первых, сколько реальной опасности, и далеко не каждое письмо приходит с фишниковой ссылкой. А во-вторых, ты легче эту опасность находишь, легче ее избегаешь, и наоборот чувствуешь себя спокойно и уверенно. Информирован, значит, в большей степени чувствуешь себя безопасно.